Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня у нас актуальная тема, то есть наши бахчевые культуры. Почему? Потому что происходит, собственно говоря, засыхает наш весь посадочный материал. И люди, конечно, стали звонить. То ли это болезни, то ли это засыхает, то ли что делать. Конечно, если посмотреть на нашу культуру, она развивается. Если это делать правильно, то, конечно, надо садить рядами, надо ухаживать, надо, собственно говоря, уже именно за этой культурой и подстригать, и поливать по часам. Но мы же всегда высаживаем так, чтобы, собственно говоря, был арбуз и ничего для этого не делать. Так поступаю я, потому что работы много и особенно тут некогда уделять времени вот именно нашей, скажем так, бахче. И вот происходит то, что происходит. Смотрите, перед тем, как посадить, значит, вот свои арбузы, я застелила всю эту горку черной пленкой и сажала в дырки. То есть у меня были рассадочные стаканчики, делала специальные, вот если туда дальше посмотреть, делала такие дырки, как под землянику, и высаживала туда стаканчики, чтобы были арбузы. Конечно, они прелись и разрастались, как хотели. Если по-правильному, значит, арбуз сначала мы не прищипываем плети, то есть мы его пускаем в свободное плавание. И именно когда завязывается ягода, вот тогда и начинается наша главная работа. Вот мы должны эти плети, которые растут, собственно говоря, у арбуза, мы их должны прищипнуть. А прищипывается, оставляем 5-6 листьев хороших, развитых, и потом уже прищипываем, скажем так, эту верхушечку, чтобы дальше не росла. И тогда происходит налив нашей ягоды. Конечно, если у нас в недогляде остается бахча, то растет и ягод завязывается очень много. Конечно, они разнокалиберные, они и средние, они и маленькие. Вот сейчас попозже завязываются, видите, малюсенькие, есть средние, есть вообще вот такие, которые они уже, ничего с ними и не будет. Вот, если посмотреть, видите, они вяжут, вяжут и вяжут. Вот, поэтому получается как, что растение, оно, естественно, немножко не хватает ему ни воды, ни влажности, скажем так. Конечно, растению очень тяжело выкормить столько детей. Если не прищипывается, значит, будьте любезны, уже тогда не ждите крупной ягоды, не ждите уже тогда сверхурожая. То есть имеем то, что имеем. Есть и большие, есть и средние, и маленькие арбузики. Ну, так вот, а на сегодня стоит вопрос, почему же засыхает? Да потому что уже, собственно говоря, уже пришло время. Видите, если еще немножко в тенечке наши плети вот развиваются и растут, видите, то, допустим, там, где солнце, там, где именно, скажем так, без затенения, они, конечно, сохнут. Уже пришло время. Вот если посмотреть на хвостики, вот и спрашивают, когда эти арбузы. Арбузы снимают, когда засыхают хвостики. Вот если посмотреть, видите, даже у маленьких хвостики уже сухие. То есть здесь уже надо просто собирать свою ягоду, ложить где-то в ящички, в такое помещение проветриваемое, и пускай они у вас лежат, и постепенно надо кушать. Конечно, эта ягода у нас будет недозаренная, но дети любят лакомиться такими маленькими арбузиками. А что касается, вот если взять вот больших арбузиков, то, конечно, здесь уже вот можно полакомиться и взрослым, и этом. И вот если посмотреть, видите, кончик у нас получается сухой. То есть запросто ягода, значит, у нас вот по звонкости слышно, что арбузик звонкий, значит, ягода у нас налилась. И вот именно сахаристость арбузам придает сухая погода. Если арбузы в период налива, в период роста, когда наливается вот именно ягода, если их поливать, то они получаются более такие большие, но более невкусные. То есть сахаристости в них мало. Именно надо прекратить поливы, чтобы ягода была сладкая. Поэтому в наш сейчас, вот именно сейчас, на Бахче надо собирать арбузики, складывать, складировать. Сколько же они хранятся? В прохладном помещении арбузы могут лежать долгое время. Поэтому если будет сухо и прохладно, в ящики сложить, чтобы не касались друг друга, чтобы не было никаких болячек, чтобы не было порезов или повреждения коры, арбузы могут лежать долгое время. Поэтому оборачиваем газетами, как капусточку, как вилочки, и складируем в ящики. Пускай арбузы наши лежат, набираются, собственно говоря, чтобы весь сахар был именно в мякоти арбуза, чтобы и корка поработала. Потому что кора тоже при дозаривании арбузов, кора тоже делает свое, скажем так, делает свое дело. Она тоже отдает все питательные вещества, все сахара именно отдает мякоти арбуза. А мы потом, конечно, этим лакомимся. Ну что, пойдем еще посмотрим, что с дынями. Итак, что же касается дынь. Дыни, конечно, поспевают у нас в Беларуси, скажем так, если только в теплом месте где-то. И вырастить дыню, допустим, больше 2 килограмм у нас, собственно говоря, если задаться только целью. Для нас, простых дачников, килограмм, который вырастает дыня, это шикарный результат. Поэтому я дыни тоже сажу, особо культура не требует за собой ухода. Единственное, что, конечно, когда она растет, вот наоборот, вы когда стаканчики высаживаете, и когда появляется четвертый настоящий лист, вот, допустим, раз, два, три, четыре, вот тогда верхушка растения, она обязательно прищипывается. То есть я подхожу, растение вот так вот оставляю на грядке. Оно, собственно говоря, купированное. То есть дальше оно растением не будет. И вот именно растение, где уже дает из-под листочков свои росточки, вот, каждая почка прорастет, и будет здесь пасынок. И вот с этих пасынков уже и появляются наши плодики. Вот, это главное правило, которое надо сделать при выращивании дыни. Если арбузы мы пускаем в произвольное плавание, и именно когда они станут завязывать ягоды, тогда мы уже плети пресекаем на рост, почему, чтобы ягода наливалась, то здесь наоборот. Кстати, спрашивали, сколько растения может вынести арбузов. Четыре среднего размера ягоды может быть на одном растении. То есть больше не надо делать, потому что они будут мелкие, и, собственно говоря, могут и не вызреть. Вот, потому что растение бывает, что усыхает. Оно не способно вырастить много ягод, не способно их налить, и поэтому растение просто сохнет из-за того, что оно обессилело. Вот, что же касается дыни. Значит, вот сейчас хочу маленькие нюансы сказать по поводу дыни. По правилам дыню снимают тогда, когда у нее отваливается вот этот хвостик. То есть, собственно говоря, она висит, висит на шпалере, а потом бах, вот здесь вот отвалилось это, и дыня падает. Вот тогда это действительно дыня созрела. Ну, что делается у нас? Я один раз так ждала, пока мои дыни созреют. Вот, подошла потом смотреть, и смотрю, что-то моя дыня очень легкая. Оказывается, дыни очень караулят мышки, очень караулят всякие грызуны, которые просто делают небольшую дырочку, залазят туда, просто объедают там все вокруг. Дыня ваша лежит и лежит, как будто она, знаете, зреет, а оказывается, там уже ничего нет. Вот, поэтому дыни я снимаю все время раньше. Когда запахнет дынями, поверьте мне, все шершни, которые есть, все осы, которые есть, не дай бог еще подпортится где-то одна дынька, то все эти пчелы, все находятся там. И ходить очень, скажем так, опасно. Дыню еще проверяют, допустим, вот по этой пяточке. Вот смотрите, если здесь нажимается она, и она мягковатая, то дыня тогда уже созрела. Дыня должна при нажатии издавать аромат дыни. То есть вы должны понюхать и понять, что дыня пахнет. Вот моя дыня еще зеленцеватая. Почему? Потому что зеленый кончик, и не пахнет она, и твердая она. Но по своей структуре уже кора стала натрескиваться. То есть это говорит о том, что дыня уже большего размера, она не нальется. Она сейчас должна дозариваться. И вот я их так собираю с хвостиками, пускай они не отвалились. И дыня может полежать. Дыня лежит недолго, не так, как арбуз. Но все-таки до мягкости своей, до своей структуры она доходит. Поэтому наши дыньки я все-таки снимаю пораньше. Из-за двух нюансов. То, что их все любят, и урожай можно потерять. Ну и, конечно, из-за того, что дыня, собственно говоря, должна быть целой. Если дыня у вас созрела, и вы немножко, хотя бы день-два, прокараулили дыню, она лежит, она быстро загнивает. И потом вот этот кислый аромат дыни, он не дает эту дыню просто скушать. Поэтому, собственно говоря, на выброс. Тогда плоды просто на выброс. Это касается дынь. Что же касается тыквы. Ой, как узнать, тыква уже все созрела, не созрела. Если посмотреть на тыквы, вы знаете, да, сейчас семена приобретаются у кого как. И, собственно говоря, а вот это оранжевая дыня, а вот это вот банан, а вот это вот такая дыня. И люди не знают, какого параметра вырастает тыква. Значит, сейчас скажу маленькие секретики. Чтобы тыква была крупной, во-первых, надо иметь сорт тыквы, которая растет 15 и более килограмм. Да, такие тыквы есть. Если вы покупаете тыкву, которая растет 5-7 килограмм, 15 килограмм из нее вырастить, очень сложно. Вот, поэтому вы это должны знать. Это первое правило. Второе правило. Если вы не знаете, какой это сорт тыквы, вы должны к ней подойти. То есть здесь должна быть видно, вот, допустим, это маленькая, видите, молочная тыква, только завязывается. Вот в ней зеленый хвостик такой. Вот посмотрите. Видите, совершенно зеленый. Значит, тыква еще должна набирать свою консистенцию. Если посмотреть на большую тыкву, которая висит, вот, большая, которая уже действительно зеленая стала и размер набрала, у нее вот эта вот кочерыжка должна быть очень твердая. То есть бывает так, что даже отрезать приходится именно по стеблю. То есть стебель режешь, и тогда уже со временем вот усыхают, вот эти кончики усыхают, и тогда уже тыква, собственно говоря, отделяется. И самое главное, чтобы для хранения тыкву собрать именно вовремя, значит, во-первых, эта кочерыжка должна быть твердая, во-вторых, она должна быть целостная. То есть если вы ее повредите или будете ломать так, что вот у основания тыквы где-то здесь вот отломается, вот здесь где-то, то тыква ваша испортится, она не будет долго храниться. Поэтому это главное правило при выращивании тыквы. Если она набирает ярко-оранжевую окраску, это не значит, что тыква уже, собственно говоря, готова. Она может по своей структуре иметь ярко-оранжевую окраску при солнечной погоде. То есть если грядка открыта, не так где-то в зарослях или чего, тыква лежит, она быстрее окрасится в оранжевый цвет. Тыква, как и все бахчевые, они любят солнце. И именно солнце срабатывает на ягоду. Солнце позволяет ягоде набрать свет быстрее и быстрее, скажем так, набрать эту сладость. Солнце самое главное. Но также тыква любит очень компассированные места. То есть место, где у вас собирается компост, где у вас когда-то свозилась трава, где вы когда-то складывали траву, навоз и там все. Это не значит, что на кучу навоза взять, посадить. Они, конечно, будут расти, они будут большие, будут крупные. Но поверьте мне, они будут невкусные, потому что тыква, выращенная на одном азоте, она получается как трава. То есть это кормовая тыква получается. Не витаминная, которую кушают люди, а именно кормовая, которую кушает наш скот. Вот, поэтому здесь надо быть аккуратным. Если у вас есть такое место, где раньше был навоз, там солома, трава, в это место вы запросто можете посадить. Вот на этом всем участке, где разрослась тыква, у меня посажено здесь 8 растений. То есть вот даже на деревья плетется. Тыква очень любит опоры. Она всегда залазит на опоры и всегда там оставит свой след. То есть плод будет огромный. Надо всегда смотреть, чтобы тыква не влезла в решетку, чтобы не влезла в сетку, потому что она растет, не осознавая того, что она сидит в сетке, она разрывает все на свете. Потому что все-таки растение это агрессор. И оно заполоняет, может заполонить весь огород. Есть и хорошие условия для выращивания тыквы. Вот это небольшие правила, которые должны служить помощникам и именно при выращивании и бахчевых культур, и, скажем так, и тыквенных культур. Вы должны знать, что если растения вы срываете раньше, я уже не говорю про дыньки. Хотя дыньки тоже должны довисеть до своей кондиции, чтобы созрели, скажем так, на солнышке. Вот. Но остальные все культуры должны обязательно дозариваться на грядке. Тогда они будут витаминные, тогда у них будет полный комплекс витамин, тогда у них будет отдача полнейшая. То есть все солнышко, которое они вбирали в себя, они отдадут вам. Что касается подкормки, то будьте внимательны. Эти культуры азотом не кормятся, потому что весь азот... Запомните, что овощи такие, как огурец, допустим, как арбуз, у которых 90% жидкости, они азотными удаврениями не подкармливаются, они не подливаются свежим навозом. Почему? Потому что все это, весь этот азот, вся эта химия будет в ягоде. И, собственно говоря, пользы от этой ягоды особой вы не ощутите. А кормим мы этим детей, стариков, и сами любим полакомиться. Поэтому для себя, для любимой, будьте добры, вырастите ягодку на солнышке, в природных условиях, и именно так, чтобы она была вкусная и полезная. Ну, а на сегодня все. До свидания. Берегите себя.